Пьяный водитель Тойоты, пытаясь скрыться от ГАИ, влетел в столб. От удара опора ЛЭП рухнула, а лихач застрял в салоне. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. Подробности в материале нашего корреспондента. Это финал погони. Пытаясь скрыться от инспектора в ГАИ, на огромной скорости водитель, видимо, не справился с управлением и влетел в столб. От удара машину развернуло, а железобетонная опора не выдержала и рухнула. Автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель оказался заблокированным в салоне. Чтобы вытащить лихача, пришлось вызывать сотрудников МЧС. Мужчину деблокировали, арестовали и увезли на допрос. Теперь ему придется объяснить, почему он пытался скрыться от полиции. Проезд по трассе М5 пришлось временно закрыть из-за крупного ДТП. Грузовой автомобиль резко затормозил на мокрой дороге, отчего прицеп фуры выкинул на встречную полосу. В итоге в него влетела легковушка. Водитель и пассажир Рено пострадали. На узком участке дороги Челябинск-МиАЗ произошло ДТП с участием сразу четырех машин. Судя по кадрам, две иномарки столкнулись лоб в лоб. Еще одна стоит рядом с дорожным ограждением. А от полученного удара Нива перевернулась на крышу. В автомобиле Volkswagen Passat пострадали три человека. Еще один пострадавший – водитель Toyota Camry. Их всех госпитализировали. По Уфимскому тракту в сторону города, не доезжая бывшего поста ГАИ, водитель врезался в дорожную опору. Как видно на кадрах, человек лежит на асфальте. Медработники оказывают ему первую помощь. В сети появилось видео с ДТП на улице Даватора. На кадрах видно – легковушка едет по полупустой дороге, врезается в дорожное ограждение и падает в котлован. Как стало известно, водитель не пострадал. Чтобы вытащить легковушку, потребовалась спецтехника.